Всем огромный привет! Я очень-очень рада видеть вас на своем канале. И сегодня у нас с вами будет влог. Блин, я уже записала на самом деле начало для видео. Такое длинное, но какое-то оповещение пришло. У меня почему-то запись отключилась. В общем, я снимала видео перед Новым годом. Хотела выложить его 31 декабря, где я показывала подарки, которые я заказала для своих родственников. Вон, кстати, сзади на диване там еще видно кучу подарков, которые я не успела подарить. И в этом видео я включу, так что не обращайте внимания на то, что я там вас поздравляю с Новым годом, потому что... Или там за день до Нового года, потому что это реально было перед праздниками. Но у меня очень сильно пропало настроение, когда я почитала комментарии под моими некоторыми последними видео. Я не знаю, что это за такой наплыв был. И я половину комментариев оттуда, естественно, удалила, потому что они были очень жесткие в том плане, что писали мне, типа, да чтобы у вас тоже так было, чтобы твои родственники и твои друзья узнали, что значит сидеть в окопах и всякая вот такая ерунда. Если честно, я была в шоке. Может быть, это люди какие-то залетные, которые не знают вообще, что происходит и где я живу. Но я еще раз повторю для тех, кто зашел сюда только первый раз. Я живу в Эстонии, и к тому, что происходит в Украине, абсолютно никакого отношения не имею. Да, я русскоговорящая, и всегда это было без проблем, хоть я живу в Эстонии. То есть у нас здесь 40% русскоязычного населения, а вместе с беженцами уже, наверное, все 50%. Вот, и русских людей, русских, которые проживают в России, я, конечно же, очень тоже уважаю и люблю, потому что большая часть моей аудитории тоже состоит из русских и русскоязычных людей из разных стран, из России в том числе и из Германии, и также из Украины тоже. И еще раз говорю, что с Украиной, точнее с моими зрителями, как их там 16%, у меня тоже отличное отношение. Ну, может, не со всеми 16%, но у меня есть такие друзья, которые не отвернулись от меня за то, что я русскоговорящая. Вот, потому что они как-то, наверное, может, сопоставили какие-то вещи, и просто у них есть голова на плечах, и они понимают, что, ну, извилины не только для того, чтобы там на них глазки с носом держались, и не для того, чтобы в голову это только есть, они просто умеют как-то отделять мух от котлеты, поэтому они как бы со мной общаются. Ну, кстати, вы знаете, я могу сказать, что друзья-то у меня остались, а вот родственники от нас, к сожалению, отказались, и, честно говоря, ну, это очень долгая тема для разговора, она очень печальная, потому что, когда рушатся именно родственные отношения, когда, ну, просто в момент, то есть до этого с тобой там обнимаются, целуются, ну, это условно говоря, потому что они, то есть они в другой стране находятся, но просто мы очень хорошо общались, и просто в один момент они перестали с нами общаться. Я, честно вам скажу, что я не понимаю, по какой причине, вот, потому что, ну, во-первых, мы не в России как бы живем, ну, ладно, это их выбор, и за этот выбор я, конечно, отвечать не могу ничего, вот, поэтому, да, вот такие дела, и я хочу сказать, что, как бы мне вот говорят тоже в комментариях, это вообще просто единичный комментарий, что я там видео снимаю на какие-то грустные темы, рассказываю о проблемах, а должно быть все весело, ведь сюда на YouTube ты приходишь отдыхать, на самом деле, сейчас, секундочку, и на самом деле я хочу вам сказать, что моя жизнь – это не череда каких-то радостных событий, вот есть такие блогеры, я не знаю, может, они упоротые какие-то, но у них всегда все прекрасно, и все хорошо, видео они снимают, только позитив там, в общем, и многие просто на них смотрят и сравнивают свои семьи и думают, что, блин, а у меня совсем вот не такая семья, куча проблем, там не хватает денег, и потом, вы знаете, в один момент оказывается так, что и в той семье все не очень хорошо, просто выкладывается какое-нибудь видео, где рассказывается вся правда, что там все у нас на самом деле было уже давно нехорошо и так далее, это все на камеру было, я так не хочу, я вам показываю, что есть, и да, у меня бывает плохое настроение, и оно было плохое уже начиная с того момента, как я получила счет за квартиру, если в прошлом месяце я сказала, что меня пронесло, потому что счет за квартиру составлял 198 евро, то в этом месяце, да, я уже получила счет 300 евро, и 100 будет евро электричества, ну, в общем, как я и сказала, будет 400 евро общий счет, но это очень большие деньги. И как вы думаете, могу ли я веселиться и радоваться, когда, ну, тупо я не знаю, что будет в следующем месяце, у меня только получилось почти 200 евро, это стоит отопление, и это еще не было холодных месяцев, поэтому, да, у меня вот такие вот тоже думки, какие-то проблемы, потому что счета надо платить все, потому что я уже говорила, если ты не платишь коммуналку, тебя могут выгнать из дома, потому что образуются долги, мне там в комментариях начали писать, как это так, как у вас могут выгнать из дома, вот у нас такого нет, а у нас такое есть, да, выселяют у нас за долги, вот, поэтому все это страшно, все это неприятно, потому что конца и края этому нет, то есть это не так, что сегодня вот все плохо, а завтра будет хорошо, потому что все будет плохо и дальше, и когда начинаешь говорить, ну, там, в каких-то местах, что Европа катится на дно, мне просто удивляют некоторые люди, которые пишут, а что с Европой не так, здесь все хорошо, вот я живу в Польше, у меня все нормально, что не так, ну, приедьте в Эстонию, посмотрите, что не так, вот, посмотрите, насколько соизмеримы заплаты и счета, если, например, у меня, ну, в такой же квартире примерно за стеной живут люди, там, пенсионного возраста, вот скажите мне, у них пенсия 400 евро, а если им придет 400 евро за квартиру, вы вообще понимаете, как выжить только при помощи родственников, если они есть, но есть также одинокие пенсионеры, у которых никого нет, короче, это долгая тема, но я могу сказать, что еще раз, если вы хотите смотреть только какой-то развлекательный контент, где все весело, где все прекрасно, где у всех очень много денег, там, красивые ремонты, идеальные дети, то это нет, это не ко мне, потому что у меня все абсолютно не так, у меня простая обычная жизнь со своими проблемами, со своим головником, и так будет всегда, если есть люди, которые со мной разделяют это, то, конечно, оставайтесь, если нет, то я, честно, не обижусь, если вы отпишетесь от меня, потому что у меня никогда не было цели набрать большое количество подписчиков, то есть я никогда этим не занималась, я никогда не делала практически никаких коллабораций для обмена аудитории, просто потому что мне это не надо, у меня маленький уютный блог, и даже если на нем останется 10 тысяч людей, я с удовольствием буду снимать для 10 тысяч людей, которые будут его смотреть, так что вот, ну, все остальное, наверное, я уже покажу вам в самом видео, как я там, подарки какие у меня были, ну, и вообще все, что я наснимала уже после Нового года, так что, если вам интересно, то поехали! Знаете, еще, короче, заказывала себе вот такую вот панамку, знаете, вот как носят сейчас все модные девчонки, не знаю, часто очень в разных пабликах встречаются, их носят и со всякими чебурашками, в общем, и заказала эта марка Miss, вот такая вот, короче, Miss Guided, наверное, так правильно, короче, надела я ее, ну, фекла-фекла, в общем, не знаю, буду ее продавать, на других девушках как-то красиво смотрится, но на мне вечно шапка, то как неприличное слово, то вот действительно, как это, блин, мадам брошкина, в общем, мне, короче, она не подошла, я, конечно, без макияжа была, может, поэтому она как-то странно выглядела, но попробую еще раз ее с чем-нибудь сочетать, ну, в общем, мне такое, короче, не подошло, а так она вообще классно. Сегодня, знаете, у меня такое внеплановое видео, я даже в кадре не буду сидеть, потому что я заболела после утренника, мы сходили на утренник, и после этого я заболела, может быть, кто-то из детей был, ну, болел, не знаю, в общем, поэтому я не буду в кадре, потому что и кашель, и температура, ну, я решила, знаете, во-первых, я хочу поздравить вас с наступающими праздниками и пожелать вашим семьям всего самого хорошего, здоровья, мирного неба над головой всем, пусть у вас все будет хорошо, пусть ваши семьи будут здоровы, дом полной чаши, в общем, я от всей души желаю вам всего самого лучшего, моим зрителям, кто со мной уже давно и кто недавно присоединился, вот, сегодня, чего я хочу показать и уже просто начать разбирать вот свои эти подарки, упаковывать, мне пришло две посылки, в общем, одна вот такая большая коробка, это с сайта Натино, я там обычно часто заказываю, здесь у меня уже две посылки, просто я все накидала, чтобы коробки не копить, и вот еще одна посылка мне пришла с магазина Синца, и я там заказывала, ну, я не буду, показывать из одежды, там, Женя жилетку заказывала и шапку, не стала в кадре открывать, чтобы не шуметь, заказала вот такую копилку, это для льва будет, чтобы он учился копить деньги на свои какие-то желания, которых у него очень много, вот, поэтому будет вот такая в его комнате стоять, и дальше, что я еще заказала, это два вот просто обалденно красивых постельных белья, вот, не знаю, может быть, кому-то подарю, может быть, нам оставлю, потому что у нас тоже надо немножко обновить, или закажу, то потом еще постельное белье, это двухспальная и полуторка, по-моему, полуторка у нас у льва, вот, так что в этой посылке, по-моему, больше у меня ничего не было, да, вот, я, мне очень нравится их постельное белье, единственный минус, который у них, это просто гигантские наволочки, но это все решается легко и просто, но само белье очень красивое, вот и орнамент, в общем, я очень довольна, не первый раз уже покупаю, и вот эта вот вторая посылка, которую я заказала, здесь я буду формировать разные подарки, ну, здесь не все для подарков, конечно, сейчас покажу, я заказала две вот такие вот косметички кожаные, ну, кожзам, мужчинам буду туда складывать какие-то подарки, так, это что за пакеты, дальше это я заказывала, это просто я льва заказывала, толстовку с капюшоном, ну, просто сюда ее скинула, чтобы в коробку выбросить, это я заказывала себе три пара праздничных насосков, вот, еще одна косметичка, точно такая же, туда тоже положу, дальше, видите, у меня здесь всякие вот дужгели, шампуни, это я буду к основным подаркам докладывать, вот, это я заказала такой от Organic Shop, тут три средства, вот, не знаю еще кому подарю, буду еще думать, пару дней есть на это, дальше я заказывала вот такие дужгели, именно во всяких таких бутылках симпатичных, обалденно пахнет, я их, конечно, открыла, все понюхала, очень приятно пахнет, некоторые ароматы прям как парфюм какой-то, далее я заказывала два вот таких вот мыла, одно персиковый лимонад и второе мыло, это кокос и арбуз, вот, наверное, очень приятно пахнет, но это я не открывала, дальше я заказываю вот еще один такой дужгель, металлическая бутылка у него на подарки, думаю, классно будет, дальше заказывала вот еще такую косметичку из кожзама, не знаю кому, папе, жене, может, пойдет, жене, маме, еще одна вот такая косметичка, я туда буду какие-то продукты класть из косметики, ну, чисто такое, знаете, символическое что-то, дальше вот еще у меня вот такой дужгель от Натуры Сиберик, это я себе оставлю, потому что не очень симпатичная упаковка, вот таких вот несколько я заказывала дужгели, очень они мне нравятся, они как масло, вот, и они очень приятно пахнут, и кожа после них я для себя тоже заказывала, но взяла еще на подарок, что у меня еще тут, ага, а вот, это я заказывала вообще-то для себя, ну, не знаю, может быть, я кому-то подарю, потому что особо я кошельки не ношу, но цвет меня просто поразил, поэтому я вот решила заказать, я еще его не открывала, потом открою и покажу, потому что у меня не получилось одной рукой, я уже не первый раз записываю это видео, потому что я ужасно кашляю, вот, дальше, что я еще тут заказывала, это я уже для себя заказывала, такие резинки типа Invisibubble, кстати, они намного лучше, чем Invisibubble, потому что у меня есть, они вообще не растягиваются, далее, опять же, для себя, или еще, не знаю, в подарок положу три вот таких вот лака повседневных оттенков, они идут как кель-лаки, один я уже другой отдельно заказывала, использовала вот такой вот светлый, дальше, это консилер от Essence, это, может быть, я кому-то в подарок положу, вот, про него много хорошего читала, так, что у меня еще тут, а, это еще тут что-то из косметики, косметики, это я тоже положу в подарок, потому что это у меня все есть, они так прикольно упаковывают посылки, вообще, я просто в восторге, вот, палетка контуров и консилеров, не помню, 5 или 6 евро такая стоила, тоже положу тому, кто красится, это я для себя заказывала, такие станки, и вот здесь у меня еще остались, уже одной рукой, наверное, не разверну сейчас, ну, вот еще, что было там, в остальной посылке, вот такие вот средства тоже, но этот 2 шампуни я заказывала для себя, потому что они мне очень нравятся, при моей проблеме, я говорила, что у меня часто очень чешется и зудит кожа головы, поэтому я заказываю вот этот вот Radical Med, Mark, по-моему, так называется, и они гипоаллергенные, вот они мне очень нравятся, и дальше с черным перцем и еще с чем-то, может быть, короче, не знаю, с чем точно, это тоже мыло для рук, вот такой красивой упаковки, и еще один тушгель и мицеллярная, вот такая вот, типа эмульсия какая-то или вода, про нем было очень много хороших отзывов, поэтому я заказала, так что вот, в принципе, пока то, что до меня дошло, и уже все остальное буду снимать в январе, ну, буду снимать раньше, когда придет, ну, в январе выложу, что еще у меня готовилось на подарки. Смотрите, у меня здесь, о, пух и перья летят, пух и перья, веселят они меня, не могу. Ам, ам. Ам. Такие дурилы, вот посмотрите на них. И, ну, ничего себе. Так, в общем, открыла я кошелек, здесь дополнительно идет вот такая вот вкладка, вставка для карточек, и здесь он достаточно такой большой, как сумочка. Нужно и телефон сюда положить. В общем, очень красивый. О, какой зелененький. Вот. Так, девчонки, хотела еще вам вот показать свой заказ с iHerb, это не реклама, все покупала сама, 40 евро заплатила. Ну, вообще, я купилась на то, что у них бесплатная доставка, наконец-то, потому что я никак ее поймать не могла. Бывало, наберешь там витамины на 15 евро, ну, или какие-то на 20, и доставка 30. Ну, вообще, жить такое. Здесь, получается, никакой выгоды заказывать нет. Ну, тут мне одна девушка из Эстонии тоже, она мне написала и сказала, что, оказывается, бесплатная доставка у них сейчас начинается с 40 евро. И я решила заказать. На самом деле, я стала заказывать, потому что у нас, конечно, таких в Эстонии, я не видела таких, такого разнообразия. Но, во-вторых, даже элементарно, вот эту магнезию, которую я же для Жени купила, здесь 110 таблеток, и у нас была такая коробка из 110, я даже не представляю, сколько стоило, потому что у нас 30 таблеток, ну, одну в день принимаешь на месяц, получается, 10 евро где-то стоит. А эту я купила за 7 евро. Ну, плюс это скидка была, поэтому, конечно, так выгоднее было брать. Заказывала, я вообще искала вот эти вот витамины, то есть не конкретно вот эти, я просто написала про витамины для концентрации внимания, для улучшения памяти. В принципе, с памяти у него, как бы, особых проблем нет, он очень хорошо все запоминает, и если мы какую-то тему с ним обсуждаем, там, рассуждаем, в принципе, на следующий день можно его спросить, и он скажет, ну, как бы ответ, даст правильные ответы. Но у него есть проблемы с концентрацией внимания, потому что он очень, во-первых, он очень активный, во-вторых, он быстро перескакивает с одного задания на другое, то есть мы еще не доделали это, там чуть-чуть осталось, он уже мне говорит, я не хочу делать это, я вот хочу вот это вот, это мне не нравится, и поэтому я решила вот попробовать эти витамины. И как бы вот это было, ну, улучшение микробиома кишечника, в этом, кстати, ничего плохого нет, это даже отлично, потому что он там нужные бактерии, нужными бактериями заселяет, ненужные там убирает, ну, это, по крайней мере, как я прочитала, но вот это было самое важное для меня, и вот, мне кажется, вот это сработало, я обязательно потом сделаю перерыв и еще закажу, если будет бесплатная доставка, сплатно не буду заказывать. Так, вот это тоже, значит, это я для Жени заказала, вот это я еще взяла детские витамины, содержит еще витамин D, потому что сейчас нужно будет обязательно, у нас долго не будет солнца, и вот такие взяла мультивитамины. Так что я прям очень довольна осталась этим своим заказом. Вот, еще что-то у меня, крем какой-то был, и за все вместе, да, я заплатила 40 евро, по-моему. По-моему, тут ровно 40 было, может, чуть побольше. А это тут недавно я делала заказ в магазине продуктовом, вот, и положили мне деньги туз. Написано, спасибо за заказ. Вот, очень приятно, хватит на один салатик, или даже не знаю, куда можно использовать, ну, мне даже, честно говоря, жалко использовать, потому что она такая хорошенькая бутылочка, может, никуда не буду использовать, пусть стоит для красоты. Так что вот такой у меня был заказ. Так, ну что, поздравляю вас со всеми прошедшими праздниками. Сегодня буду убирать уже елку, потому что, ну, время пришло уже, практически середина января, не буду уже до марта, чтобы она стояла, и хочется место расчистить, обратно диван поставить, потому что там, где он стоит, не очень удобно, потому что дверь мешает ему. Вот, и еще вот покажу, пока не убрала, может, я ее убирать не буду, пускай как вместо света висит. Женя мне дарила вот такую стеклянную звезду, там внутри гирлянда, блин, какая она красивая, она так светится, но у нее села батарейка, и я уже просто не стала менять их, ну, потому что уже было неактуально. Но, если не забуду, вставлю фотографию, я, по-моему, в группе в своей в телеграм выкладывала. Так что все, сегодня всю эту красоту буду убирать. И еще хотела рассказать вам про супер свою выгодную сделку, как я обменяла три вот эти вот книжки на две банки аджики, которые Женя делал. Одна женщина у нас в группе выставила, что она дает вот эти книги, она брала их для своих дочек, но дочкам они как бы не пригодились или уже не актуальны, в общем. И она сказала, кто хочет забрать, бесплатно забирайте. Я ей написала, но сказала, что бесплатно я, конечно, не возьму их, потому что, ну, я никогда ничего бесплатно не беру. Спросила, может быть, конфеты какие-то она хочет. Она сказала, я сладкое не хочу, она сама кондитер. Она говорит, мне бы что-то соленое тогда. Ну, в общем, я предложила ей аджику. Не совсем соленое, но и не сладкое. Вот, я просто, я вот ради этой книги все и затеяла, потому что я очень хотела вот этот советский энциклопедический словарь. Мне очень нравится эта книжка. Я в библиотеке раньше часто ее брала, вот, но дома у меня, конечно, ну, такой книги нет. И поэтому я, в общем-то, и написала ей, потому что очень хотела. Мне нравится, что она иллюстрирована. Здесь периодически встречаются какие-то картинки, вот, и, ну, очень удобно. Я думаю, что она мне пригодится, если какие-то слова мне неизвестны смотреть. Я понимаю, что сейчас на все есть интернет, и можно быстро в Google там ввести, но на самом деле, я как такой человек, знаете, консерватор, я привыкла все по старинке делать. Вот мне проще в книгу, чем, допустим, искать в интернете, и также мне, например, проще заметки делать письменно, чем писать в телефон это все, печатать. И следом, вот, была, был энциклопедический словарь юного литература Веда. Но эта книга меня еще заинтересовала, потому что я сама училась на факультете русской филологии, вот, поэтому все такие вещи я люблю. И просто еще вот была третья книжка «Энциклопедический словарь юного зрителя». Эта книжка мне, по сути, была не нужна, но для того, чтобы, знаете, как-то, ну, как сказать, как же сказать, ну, о каких-то интересных фактах узнать в книге, посмотреть, вот, то лишним тоже не будет. Может, и Лёве когда-то эти книжки еще пригодятся. Так что вот такая у меня удачная сделка была. Сегодня я уже, наверное, буду заканчивать свой влог. Вот, и да, долго я не снимала, ну, потому что вся сначала это предновогодняя суета была, утренники всякие, в садике, вот, поэтому, знаете, уже потом просто сил не было, ну, больше не буду делать таких перерывов. И увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok